Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Рождеством Христовым. В этот светлый праздник мы вспоминаем о том, как в пещере Спасителя, к убогому жилищу, в котором Он родился, пришли люди самых разных социальных сословий, возрастов и наций. Были и пастухи вместе с огнятами, были и мудрецы, волхвы из других стран. Они пришли, чтобы поклониться Спасителю мира, пришли к новорожденному младенцу, чтобы принести самое лучшее, что у них было, или вещественные дары, или словословие своих уст. Они пришли, потому что чувствовали, что этот маленький беззащитный ребенок, что этот маленький человек, который перед ними, самый большой человек на земле. Потому что Сам Бог являет Себя через Него. Сам Бог через Его немощи, через Его умоления до человека являет нам полноту Своего присутствия, полноту Своего чуда, явления той любви, которая не ценит, не судит, не взвешивает, которая себя отдает без остатка, вливает в другого, чтобы этот другой, то есть Я, каждый из нас, могли наполниться чем-то неземным, возвышающим нас до небес, животворящим, воодушевляющим то, что саму жизнь нашу делает жизнью, и наше бытие делает радостью. Пусть же младенец, который когда-то возрос, когда-то был распят, но воскрес, будет для нас той путеводной звездой, что и мы возрастаем, и хотя и нам приходится притерпевать страдания и мучения, кому-то даже нести свой крест под распятие, и нам Господь обещал воскресенье. Жизнь вечную, радостную, на небесах. На небесах, где нет печали, болезни воздыхания, но радостная, бесконечная, счастливая жизнь, такая, которой и должна быть жизнь.